Рекомендую посетить канал Фильматика, на котором вы сможете найти озвучки, кинотопы, кинообзоры и многое другое. Советую всем любителям кино, подписывайтесь, ссылка в описании и по аннотации. Приветствую, а я тут решил озадачиться и понять, чем же на самом деле занимаются домашние животные. Попробуем разоблачить соседнего пса. Так. Ну. 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 Ай, сука. Ну, короче, вы поняли. Кратенько на тайну жизнь домашних животных. Сие детище студии Illimination начало назойливо въедаться мой разум полгода назад, когда трейлер домашних животных крутили на каждом грёбаном сеансе, на который я попадал. Я уже знал наизусть этих героев весь сетик. Он настолько мне осточертил, что я заведомо ненавидел этот мультфильм и на пресс-показ ошел с полной уверенностью, мол, «Ну всё, хана вам! Разнесу так, что родная мать не узнает!» Отец. А вот хрен. Тайна жизнь домашних животных – это вполне себе милый, ламповый, очаровательный мульт. Конечно же, не без косяков. Сюжет до безумия прост. Узнаете основной конфликт, так на вскидку вспомните штук 10 подобных мультфильмов или фильмов. Есть, значит, главный герой-идеалист. Всё у него прекрасно. Но, конечно, ему внезапненько всучивают напарника, который является полной противоположностью главному герою. Те теряются в местности Икс, в нашем случае Нью-Йорке, и вместе они должны вернуться домой. Только сюда ещё прикрутили вагон домашнего зверя, который пытается спасти своего милейшего друга. Ну, это всё до безумия клишировано. Да, в конце концов, основной сеттинг молвит нам о том, что когда вы уходите из дома, домашние животные начинают вести себя как люди, творить разумные вещи, развлекаться, ну вот, ну вот, ну вот давайте подумаем, что это нам напоминает, ну... Да-да, история игрушек. Короче, домашние животные на 95% состоят из клише заезженных конфликтов. Законом не запрещено. Но грамотно копировать тоже надо уметь, и благо создателям это удалось. Персонажи яркие, пушистые, мимимишные. Каждому прибито своё индивидуальное клише, оттого они не выглядят слишком топорными. Макс Весельчак, Дюк Балбес, девочка Шпит вся такая милая и агрессивная, а ещё главный злодей в лице чокнутого кролика. Это всё в память врезается, и в отличие от долбанных Angry Birds, ни один персонаж не раздражает. А если бы кролик-снежок постоянно не орал, вообще было бы славно. Чёрт, окажется, на микрофон плюнул. Основная проблема зверей в том, что создатели почти всё бросают на полпути. Казалось бы, между этими биполярными псами должен разгораться нешуточный конфликт. И когда они попадают в Нью-Йорк, игра на контрастах должна только усиливаться, но этого почему-то не происходит. Они, наоборот, сдруживаются всё тихо, мирно. Или вот ещё пример. У волосатого пса Дюка есть своя личная, внезапно, драма. Прямо на манер Пиксар. Кудесники из этой студии сделали бы всё, чтобы развить такой подсюжет до такого состояния, чтобы у зрителей потекли слёзы из глаз. Но вот создатели тайны жизни этого не делают. На выходе сей драмы выглядит примерно так. Дети, смотрите. Вот мальчик Вася. И он только что узнал, что у него умерли родители. Печально, не правда ли? О, смотрите, безумный кролик! Животных хватает всего понемногу, но вот всё это раскрыть им сил не хватило. Но чем данный продукт себе подкупает, так это атмосферой. Нью-Йорк выглядит потрясающе. Это разносторонняя яркая ламповая конфетка, которая пестрит сочностью, колоритностью и в которой хочется побывать. Зверюшки – это отдельная тема. Каждого героя хочется пощупать и потискать. Юмора в мульте много, зачастую он хороший. Все не скатываются к пердежу и падениям. И даже самая примитивная и топорная шутка из уст плюшевого персонажа будет звучать крайне мило. Это довольно яркое и юморное приключение, которое не хватает звёзд с неба. В мультфильме нет ничего новаторского и гениального, но он на это не претендует. А вкупе с заводной музыкой, задорным повествованием и очаровательной концовкой, после которой хочется прийти домой и уделить немного времени своему заросшему мхом коту или собаке, мы получаем очень приятный мультик, на который вполне можно сходить. Пусть вам и придётся перетерпеть перед сеансом небольшую короткометражку про миньонов. Грёбаные миньоны. И оставлю тайны жизни домашних животных 8 из 10. И таки на этом всё. Спасибо за внимание, вступайте в группу, пальцы вверх и... Ой, Дима, какой городенький. А чё ты сидишь? Хочешь поиграть, давай? Ты вообще козёл. Ребзя, иногда это случается. Скоро буду мутить очередной эфир-зефир, в котором буду отвечать на ваши вопросы и играть в Крэша Бандигута. Но не факт, что в него. Короче, приходите на ламповые посиделки, которые пройдут 17 августа 18.00 по московскому времени на этом канале. Будет весело. Может быть. Хех!